Всем привет! Меня зовут Ольга Ермилова. Сегодня у нас будет с вами классная тема. Мы поговорим с вами о том, как воплотить свои цели в реальность. И что нужно об этом знать, потому что, конечно, одна из самых-самых завораживающих тем, так мне холодно, я буду одеваться, одна из самых завораживающих тем, это, конечно же, цели и цели, поскольку я всё время рассказываю о том, как важно использовать силы своего разума, как важно подключать своё сознание и программировать своё подсознание на достижение успеха в целом, уже очень у многих людей стали возникать вопросы, а достаточно ли делать только практики, достаточно ли программировать своё сознание, впечатывать в свою голову разного рода убеждения, и нужно ли делать что-то в реальности, или достаточно просто работать на так называемых тонких материях. Сегодня хочу поднять эту тему, потому что она действительно мега актуальна, и люди в основном делятся на две категории. Первый – те люди, которые считают, что всего можно добиться только своим трудом, своими усилиями, такими гиперусилиями, и очень многие очень так активно работают, работают, постоянно работают и даже связывают количество проведённого времени за работой, не столько на работе, сколько за работой, с успехом. И я часто вижу, как люди разочаровываются, как люди опускают руки и говорят, да ё-моё, ну что это такое, я постоянно работаю, постоянно что-то делаю, постоянно пытаюсь, и у меня не получается. И в то же время уже стала наблюдать людей, которые активно занимаются различными ментальными практиками, очень активно уходят в медитации, но при этом мы видим, что у этих людей жизнь-то особо не меняется. И вот здесь вопрос той самой золотой середины, и сегодня мы с вами будем эту тему разжёвать. Так, я сделала специально долгое вступление, чтобы желающие успели подключиться, поскольку у меня сегодня эфир неанонсированный, и как я вижу, на неанонсированный эфир приходит меньше людей, но я думаю, что мы с этим с вами справимся. Значит, давайте по ходу. Если у вас будут какие-то возникать вопросы, пишите, потому что интересно всегда, когда у нас идёт с вами диалог, а не только мой замечательный монолог. Но я пока начну... Отлично. Я даже подготовилась и вижу, что у меня тут всё... Всё улетело сейчас. А то же я так могу. О, очень долго говорят. Итак, часто я сталкиваюсь с такой историей своих рерайтовцев, когда люди говорят, что мы делаем практики, занимаемся, постоянно делаем специальные ментальные упражнения, программируем свой мозг, но как-то до сих пор у меня нету машины, или до сих пор у меня нету работы, или до сих пор, короче говоря, чего-то нету. На самом деле очень классно, и огромное преимущество у тех людей, которые знают, что необходимо программировать своё сознание. Но действовать в реальном мире, безусловно, тоже необходимо. То есть это не значит, что всё, что я рассказываю о нашем сознании, подсознании, энергетической паутине, что всё это не работает. Безусловно, нет. Это всё работает, это всё крайне важно. Но у нас есть с вами реальная действительность, с которой мы каким-то образом действуем. И если мы лежим на диване, или если мы продолжаем совершать ряд действий, которые мы делали, а кроме этого подключить всего лишь практики, то в нашей жизни, скорее всего, ничего не изменится, и это будет весьма оправданным. И сегодня мы поговорим с вами о том, как быть наиболее эффективными в наших действиях. И если вы работаете только со своим сознанием, если вы только занимаетесь практиками, но при этом в своей реальной жизни не предпринимаете никаких действий, запомните, главное, вы 50% успеха теряете. Потому что как раз в большинстве своём выглядит всё наоборот. Люди что-то делают в жизни и совершенно не умеют настраивать и программировать себя на то, чтобы получить свою цель. Но в нашем случае я часто сталкиваюсь с тем, что люди часто как раз программируют свой мозг, постоянно настраивают себя на что-то, но при этом забывают, что это, знаете, как программировать, что ты победишь на соревнованиях, но не ходить на тренировки. Ну то есть работает всё вместе, когда вы тренируетесь и когда вы себя программируете. Когда у вас есть какая-то цель, программирование своего сознания с помощью специальных практик, это то, что помогает вам усилить, увидеть конечный результат и получить этот результат. Но если вы ничего не делаете, у вас нет никакой цели, вы можете себе представлять, как вы там выиграли, как вам выдали кубок, какой-то такой классный, но как бы это будут такие, знаете, детские фантазии, как я называю, мастурбация нашего мозга. Итак, есть такая интересная штука. Начнём с того, что усилия важно вкладывать продуктивно, а не просто много работать. Вот у людей очень многих есть такая штука. Я много работаю, я работаю тяжело, я работаю много часов. Если мы с вами посмотрим на тяжёлорабочих, таких чёрно-рабочих, они называются, люди, которые работают руками, там строители, какие-то там уборщики, простите, это такая, знаете, работа, домохозяйка в конце концов, если это женщина, которая готовит и убирает. Люди, которые работают больше всего, как правило, и сложнее всего руками, они, как правило, меньше всех зарабатывают. То есть это люди, которые могут быть на круглосуточной работе, ну, посмотрите даже на тех же учителей, на тех же врачей в нашей стране, вот в которой я живу. То есть действительно, ну, я не могу назвать это чёрно-рабочими, но количество времени, проведённого на работе, не имеет никакого отношения с количеством денег, которое человек зарабатывает. Это очень важно понимать. И часто мы сталкиваемся с тем, что есть там, например, два человека, вот партнёры в бизнесе. Есть один партнёр, который, знаете, всё время сидит и круглосуточно работает, что-то шуршит, а второй так четыре раза заехал за неделю и всё время где-то за границей, отдыхает, ещё что-то. Но если посмотреть на список задач, которые, а в партнёрском бизнесе обычно разделяются именно задачи, кто за что отвечает, то можно увидеть, что люди, которые работают не так много, успевают сильно больше. Это как раз про историю, например, вот я могу вам сказать про себя, что я много лет вообще в бизнесе всегда работала в офисе. То есть я сидела в офисе от звонка и до звонка, я не всегда видела своих детей, ну, в общем, у меня не всегда были выходные, у меня круглосуточно жила няня в круглосуточном порядке и так далее. И вот, когда я начала менять свою стратегию и решила отказаться от офиса, поменяла, ну, вообще поменяла взгляды, уволила сотрудников, что самое интересное, решила перейти немного на, ну, не немного, а вообще полностью автоматизировать все процессы, начать работать с программами, с ботами и так далее, и так далее, я вдруг столкнулась с тем, что у меня стало хватать времени, ну, то есть времени стало сильно больше, как и денег. То есть я как будто бы на работе стала проводить меньше времени, но по результатам я стала сильно эффективнее, потому что я, сейчас я вам расскажу, что я сделала, потому что очень важно, я пересмотрела свои взгляды на то, каким образом я работаю, именно как я это делаю. Потому что когда человек говорит, я целыми днями сижу на работе, ой, я весь такой в запаре, это вот, знаете, история про сотрудников. Я всегда очень злилась на сотрудников, почему я в итоге от них отказалась, потому что сотрудник – это вроде как человек, который приходит и целый день находится на работе и решает множество задач, которые ты на него валишь. Но в итоге по окончанию дня я очень часто сталкивалась, просматривая отчёт сотрудника, с тем, что это не доделал, это не довыполнил, это не успел. И всё время как будто бы ему этого времени не хватает, и ты сидишь и не понимаешь, за что ты ему платишь деньги, если результата нигде ни в чём нет. А всё почему? Потому что сотрудник не умеет правильно распределять своё время, а он своё время отсиживает, потому что он получает не за результат, а он получает за что? За то, что он сидит на работе, за рабочие часы. И именно поэтому гораздо круче, когда людей нанимают на работу, и люди работают за результат, на процент. То есть он сколько заработал, столько получил. Но люди этого не любят. Большинство людей хотят просто продавать своё время, а не результат, потому что люди малоэффективны и не могут ничего с собой в этом плане поделать. Интересно, почему у меня так всё время переключается? Итак, давайте будем с вами двигаться дальше. Значит, первое, что нам необходимо понять, это то, что нам нужно выбрать свою эффективность. Выбрать, не выбрать даже, как это правильно сказать, определить для себя, насколько эффективнее мы можем работать, сколько мы можем на самом деле выполнять. Есть очень классная история, я хочу вам её рассказать. Значит, есть такой писатель, фантаст Артур Кларк. Он написал, фильм хотел сказать, он написал книгу, которая называется «Космическая Одиссея 2001», по её мотивам сняли книгу. И у него была такая интересная история, что, значит, прикольная. Он пошёл к врачу, прошёл какое-то обследование, ему сообщили, что ему осталось жить около двух лет, и с этим как бы ничего нельзя поделать. Он достаточно недавно женился, как бы у него появилась семья, и он, естественно, сильно расстроился. Он писал достаточно классные книги, но в среднем он писал одну книгу в год. И он понял, что если он через два года умрёт, то было бы неплохо написать несколько книг, чтобы у его семьи, он получал за это хорошие гонорары, чтобы оставить что-то в своей семье, и его семья могла там безбедно жить. И он так себе предположил, что он за год хочет написать, по-моему, порядка четырёх книг. Значит, он начал писать книги, и у него стало получаться, за первый год он написал четыре книги, как и планировал, за второй год он написал две книги, и он понял, что он может писать не одну книгу в год, а одну книгу за три месяца. Ну, а потом произошла такая очень интересная история, потому что его пригласили врачи, извинились и сказали, что первый раз что-то было не так с диагнозом. В общем, жить ему очень много долгих лет. Вот, они ошиблись. Но у него сформировалась уже новая совершенно привычка и новое понимание того, что теперь он может писать одну книгу за несколько месяцев. И этот человек, который является наиболее, ну, таким, одним из плодоносных авторов, которые достаточно быстро писали книги, и этим, в общем-то, он тоже остался, как бы, ну, знаменит. Вот. О чём это говорит? Это говорит о том, что мы очень часто сами себя размазываем, знаете, по своей эффективности. И то, что можно сделать за день или за неделю, мы себе даём на это три месяца, четыре месяца. То есть мы сами себя очень часто разбалтываем. И я замечаю тоже, когда я с людьми разговариваю, и мы о чём-то говорим, и человек чем-то зажигается, и я ему говорю, ну, давай, давай сейчас, прямо начинай, когда ты будешь действовать? Когда я, например, созваниваюсь с человеком или там списываюсь через пару часов, я думаю, что он мне сейчас расскажет. Всё, я сделал это, это, я уже туда. То есть он говорит, ну, я сейчас пришёл, пока там полежал дома, да, там, поспал, там, или там, у меня пока были другие дела, или человек возвращается обратно к тому, чем он жил. Я это замечаю в очень многих своих друзьях и знакомых, с которыми я общаюсь. То есть люди не хотят повышать свой темп от слова «никак» или менять стратегически свои задачи, потому что когда с человеком разговариваешь о том, как изменить его жизнь, ты предполагаешь, что он будет сейчас делать какие-то новые действия, которые будут вести его к его цели, да, к изменениям каким-то в жизни. Но человек чаще всего возвращается к тем обычным действиям, которые он совершает, который называется текучкой, и которые по факту ни к каким изменениям его не приводят. И зачастую он утешает себя тем, что он говорит, ну, я себя хорошо при этом чувствую, мне комфортно в этом, ну, типа, окей. Меня эти вещи улыбают, но просто вы должны понимать, что, ну, так это не работает. Значит, есть четыре принципа, которые рекомендую использовать вам для того, чтобы вы могли быть более эффективными, давайте назовем это так. Первый принцип, мы сейчас их разберем, это организация, второе, это приоритеты, третье, это стратегия, четвертое, это реализация. То есть четыре принципа, которые я лично тоже использую, их использую не только я, но вот я очень во многом, ко многому в жизни к своей дошла именно практикой и, наверное, своими внутренними врожденными качествами, которые у меня есть. Мне в этом плане сильно повезло. То есть мне не нужно говорить, что надо делать, мне не нужно, мне не нужно мотивировать к действию, типа, давай, давай, ты можешь, нет. Мне не нужно хвалить или меня не нужно ругать для того, чтобы я действовала лучше и меня не нужно заставлять быть успешной или быть богатой или быть знаменитой. Короче, мне мотивация к этому не нужна напрочь. То есть вообще, для меня даже немножко диковато, я все время Сергею говорю об этом, когда мне кто-то пишет сообщение, например, вы такая молодец, или я с вами наблюдаю, вот вы там изменились в чем-то, вы молодец. Я все время говорю, Сережа, я не знаю, как на это реагировать, потому что, почему они меня оценивают? Ну, типа, зачем они мне говорят, что я молодец? Он говорит, ну, они хотят тебе сказать приятное. Я говорю, а с чего они взяли, что мне нужна оценка того, что я, ну, молодец, я знаю, что я молодец. Он говорит, у тебя очень странная реакция. Я до сих пор не могу к этому привыкнуть. То есть мне это как бы, ну, мне приятно, но когда мне ставят оценку, я не понимаю, почему мне ставят оценку. Ну, я же, типа, очень классная. Итак, давайте начнем первое. Организация. Для того, чтобы вы были эффективными, вам необходимо себя организовать. Самоорганизовать. Еще раз, да, самоорганизация. О чем это и говорит? Вам необходимо организовать свой рабочий процесс так, чтобы вас ничего не отвлекало. Одним из самых важных нюансов сегодня является то, что мы с вами живем в век вообще истерии, да. У нас происходит все и сразу. И когда мы садимся работать, у нас, если вы работаете на телефоне или в лэптопе, а, какое слово? Сейчас лэптоп звучит прям как бобинный магнитофон, я бы сказала. Вот для меня так прозвучало. Я как будто бы бабка из прошлого века в лэптоп. Капец. Короче, как только мы начинаем это делать, вот я не знаю, как это происходит у вас. У меня, значит, начинают вылазить все мессенджеры мира. То есть вот все в этот момент начинает валиться. И я вижу и думаю, так, отвлекаться нельзя. Но я вижу, что тут пошел какой-то чат, тут, значит, пошел что-то там детское, тут какой-то турнир у ребенка, тут что-то пишут срочно, надо сделать деньги, тут, значит, срочно. И я, короче, такая думаю, так, все, это все подождет. Но оно все лезет и лезет. И если, не дай бог, еще выплывает какое-то уведомление, ты хочешь его смахнуть, и экран тебя туда перебрасывает, все, ты потом пытаешься вспомнить, чем ты вообще занимался. И за счет этого одно элементарное действие может растянуться просто на какое-то невероятное количество времени. Поэтому первый момент того, что нам необходимо делать, это организовать все так, чтобы избавиться от отвлекающих факторов. В идеале, это когда мы понимаем, что нам необходимо сделать, и мы на этом сосредотачиваемся. То есть мы отключаем мессенджер, или мы откладываем телефоны, или мы убираем, выключаем все уведомления. Наша задача сконцентрироваться. Я могу сказать вам из опыта, что то дело, которое можно сделать за час, глобально, не отвлекаясь, можно делать целый день по кусочку, и при этом постоянно чувствовать себя не очень. Но есть такие дела, которые, например, я могу себе позволить делать по кусочкам, а есть такие дела, которые нужно сделать сразу. Потому что, например, когда я создаю какое-то занятие или урок, я вам скажу так, что настроиться на это, войти в это, нужно какое-то время. То есть ты начинаешь этим жить, ты начинаешь эти мысли выкладывать, структурировать. Делать это по три минуты в день, постоянно на что-то отвлекаясь, невозможно. Поэтому первый момент, если вы хотите быть эффективным, вам необходимо организовать себя так, чтобы у вас ничего не отвлекало. То есть у вас должен быть полный, абсолютный настрой на то, что сегодня мне необходимо это сделать. Второй момент – это приоритеты. Необходимо задать себе вопрос, каковы мои приоритеты на эту неделю, этот месяц, этот год, этот день. Это не значит, что вам надо ответить на все эти вопросы. Каждый из нас стратегически мыслит по-разному. Вот вы знаете, я, например, на год больше не строю планов. Потому что сегодня строить планы, когда вошел в мир этот замечательный вирус, который стал влиять на нас. Сегодня карантин выходного дня, завтра не карантин выходного дня, сегодня открыли границы, завтра закрыли, послезавтра ты на карантине, послезавтра твой мастер на карантине, потом твой партнер на карантине. Короче, хуяк. Я думаю, что это многому нас учит сейчас чему-то другому. Я человек, который очень долгое время привыкал к стабильности и любил, так знаете, основательно знать, что все происходит, я сегодня называю себя девочкой, живущей на спине. Звучит пошлинка. Вот я каждый раз, когда начинает штормить, я представляю себя в океане. У меня вот это, знаете, кадр, как я выпала из Титаника и там вот висю в воде, и я ложусь на спину. Ну, то есть я понимаю, что надо переждать на спине, пока вот это все проштормит. Потому что плыть бесполезно, ты не понимаешь, куда ты плывешь, ты только теряешь силы. И я научилась в этом состоянии лавировать. Иногда, конечно, мне вообще не по себе от этого, потому что я все-таки такая, которая, знаете, любит грести веслами. Вот, если что, веслами всех я привыкла поубивать и плыть там типа дальше. Мне надо, я такая женщина на весле, а тут такая женщина на спине. Вот. Я же представляю, как я замечательно выглядела в кадре. Кто-то подумал, хорошо было бы сейчас в маечке. Ладно. Окей. Соответственно, приоритеты. Очень важно выстроить себе приоритеты. Что делаю с приоритетами я? Я сейчас приоритеты выставляю, ну, тут очень важно отталкиваться от того, чем вы занимаетесь, в чем эти приоритеты должны быть. У меня есть то, чем занимаюсь я, да, это мой марафон-рерайтер жизни и вообще жизнь моей плеяды-рерайтерцы. У меня есть там клубы, какие-то внутренние марафоны, которые я запускаю, внутренние улучшения. И я постоянно для себя раскладываю, ну, как-то вижу чуть-чуть наперед. Где-то в среднем сейчас мое планирование – это месяц, да, когда я понимаю, что я хочу нового вбросить, что я хочу улучшить, что я хочу сделать. Вот, например, месяц назад, чуть больше, я приняла решение, что я буду делать денежный марафон. Я очень много к нему всего подготовила и поняла, я его начала продавать. Я поняла, что его надо же создать, записать. А там медитации, там упражнения большие очень, и там сами вот эти мои чудесные лекции. Когда я увидела, сколько я вообще собрала материала, у меня просто начался шок. Я не понимала, как мне это сделать, потому что мой каждый день достаточно насыщен. Я поняла, что мне как-то надо каким-то образом к моим вот этим дням либо меня выбросить из жизни на неделю, на неделю тотально, то есть просто больше ничем не жить. Короче, я не понимала, что мне делать. Меня практически огрела депрессия. Я начала заниматься, ну, я начала влазить в какие-то приключения жизненные, что-то творить такое непонятное. В общем, я всяческим образом отнекивалась от этого действия, но у меня стояла дата начала. Я понимала, что мне никуда не деться. И я просто себя силой взяла и сказала, окей, хорошо. И я взяла ту работу, которую я планировала делать три недели. Я взяла неделю, расписала себе её на каждый день, расписала так, что некогда было дышать. И сказала, теперь ты делаешь так. Тут есть очень важный момент в приоритетах. Это то, умеешь ли ты держать данное себе слово. То есть умеешь, я называю это так, умеешь ли ты зажимать собственные яички дверью балконной. Ну так, подойти и зажать. У меня никогда не было яиц в плане вот таких мужских, но я представляла, как это сделать с мужчиной. И я, ну как бы, поскольку я умею хорошо визуализировать уже, я подумала, что примерно это я сделаю, когда я за неделю сделаю то, что нормальные люди бы делали за месяц. Наверное. Вот. А может быть больше. И я так это сделала. Я не буду рассказывать вам, какие бурные эмоции я при этом пережила, но я очень счастлива, потому что я сделала, я сделала это круто, максимально, и я это прям, ну я очень горда тем, что я это сделала, но я до сих пор не знаю, как я это сделала. Значит, я могу сказать, что тут есть очень важный нюанс, что вот такие объемы, ну, зажимать яички регулярно нельзя. Я думаю, они могут или порваться, или, ну, в общем, что-то может произойти. Поэтому такие вещи можно делать только, знаете, ну, типа, вот, это как вот удушья в сексе. Вот удушить можно, но если передержите, пипец, сдохнет. Обыдно. Вот. Поэтому тут очень важна вот эта мера. Поэтому часто я такие эксперименты именно над собой не буду повторять. Но тогда, когда мне нужно достичь максимального результата, нежели думать, и вот это для меня было страдание, потому что я понимала, что это очень качественно надо сделать, очень ответственно, очень собрано. И я поняла, что я лучше неделю побуду в таком состоянии, чем я буду, например, месяц в таком состоянии, и меня будут все время, значит, коребить что-то и отвлекать. Поэтому очень важно знать стратегию. Когда у вас появляется стратегия, ее надо написать, что и за какой период мне необходимо сделать. И неважно, это какой-то большой объем работы или за день. Вот мне, например, стало сильно проще планировать день, когда я просто знаю, какие задачи за этот день я должна выполнить. Тогда получается, у меня появляются в списке задачи, которые точно нужны, ну, то есть, без них точно нет, а все остальное, это там дети, там магазины, там что-то такое, это типа, ну, это никуда не денется, это надо. А вот именно непосредственно история про то, что мне необходимо сделать для того, чтобы я двигалась по жизни, не в текучке вращалась, а двигалась, шла вперед, потому что, да, я делаю каждый день практики, да, я много там с собой занимаюсь в своем ментальном состоянии, у меня огромное количество чатов, я даже не могу сейчас сказать, сколько у меня чатов, ну, штук 6-7 чатов у меня постоянно с моими марафонцами, рерайтерцами, клубами, денежными порталами много, и ребята не дадут соврать, что я всегда каждому отвечаю, но это уже как бы часть моей жизни, если я буду только в этом вариться, я не смогу двигаться дальше, поэтому здесь очень важны приоритеты, и в приоритетах у меня всегда те вещи, которые меня двигают, да, то есть, которые меня двигают, и теперь переходим к третьей ступеньке, это стратегия, потому что, как двигают, что значит двигают, к чему двигают, двигают, это когда мы, когда у нас есть стратегия и понимание, как именно я могу добиться, и чего я добиваюсь, стратегия всегда должна быть, потому что, если вы не понимаете, что вы сейчас делаете, для чего вы это делаете, какова ваша цель, куда вы стремитесь, то это опять похоже на жизнь обычного человека. В чем жизнь обычного человека отличается от жизни человека, который добивается цели? Обычный человек, он просто варит то, что есть. То есть вы, по сути, просто идете, вот к вам что не летит, я это называю отбивание валанчика. Знаете, они на вас летят, вы спать. Следующий день спать. И вот так это происходит. Одевай капюшончик, я фан-де-кунг-фу только что себе напомню. Да, так вот, вот так выглядит жизнь обычного человека. Человек, который ставит цели, это все-таки человек, у которого вот тут сеточка стоит на вот это все, знаете, на него утром валится, он такую сетку поставил, типа там, и все, и они мячики эти об стенку, по сути, не важно. Когда нужно будет, ты там подойдешь, парочку отобьешь, которые тебе надо, а ты сам определяешь, куда ты эти мячи бросаешь. Вот это очень важно. То есть я понимаю, что я делаю, сколько я хочу заработать. Для примера, да, я работаю не за зарплату, а я ставлю себе цели и сама регулирую. Там раз поставила себе цель, например, заработать 100, а заработала там 20. Да, я такая думаю, о, я уже вижу, что я 100 не заработаю, что я еще могу сделать? Ага, попробую я еще вот это добавить. Опа, добавила. О, 60 заработала, супер, я хочу еще 100. То есть у меня есть время на подумать, на создать новую какую-то стратегию и ее опробовать. Когда я просто работаю, я знаю, что вне зависимости от того, как я буду отбивать валанчики, я все равно получу там свои 10 и все. И ничего другого не будет. Очень-очень-очень важный такой нюанс. Значит, стратегия, еще раз, это то, когда мы можем, когда мы понимаем, чего мы хотим. Здесь очень важное такое занятие, задание, которое соединяется с то, с чего я начинала. Очень хорошее упражнение, когда вы визуализируете свой день. То есть, когда вы просыпаетесь утром, это можно делать и вечером, и утром, и вы заранее визуализируете свой день. То есть вы видите, что вам необходимо сделать, вы видите, как вы это делаете, вы видите, как у вас это получается наилучшим образом, если это связано с какими-то людьми или еще с чем-то, вы видите, как это проходит так, как бы вы этого хотели, да, например, какие-то встречи или еще что-то, или вы видите, какие у вас продажи, вы видите выторг свой за этот день, или вы видите количество каких-то соглашений, которые вам нужно было подписать. Ну, то есть вы это визуализируете, вы представляете наилучший исход того, чего вы желаете. Это классно очень работает. И перед тем, как вы утром просыпаетесь и встаете, потратите пару минут на то, чтобы это проиграть. В этом случае у вас это уже будет как сложившийся видеофильм. Еще очень хорошо заранее, например, если вы понимаете, что могут быть разные варианты событий, и продумать, как вы будете реагировать в той или иной ситуации. Это тоже даст вам возможность чувствовать себя более уверенно и комфортно, когда что-то происходит. То есть когда ты готов, да, к плану Б, он для тебя не является каким-то таким, а ты заранее готов к плану Б и думаешь, что делать. Ну и, наконец, очень важный момент, четвертый – это реализация. Это все то, что вы задумали, поставили себе планы, цели на день, на неделю, на месяц, определили свою стратегию, да. Очень важно, чтобы вы доводили это до конца. Я еще это называю «держать слово». То есть если я себе на день поставила какие-то задачи, будьте уверены, я не лягу спать до тех пор, пока я их не выполню. Бывают такие дни, когда я, например, целый день происходит что-то не по плану. Ну вот у меня был вчера такой день. Ну просто вообще. Вообще вот произошло все, что я не планировала, и это заняло огромное количество времени. И, конечно, это выбивает морально в том числе, ну типа «ёбсель», но я делаю тогда все, что идет не по плану, а потом сажусь и делаю все, что должна была сделать по плану. И тут бывает иногда очень интересно, потому что ты вечером, ночью можешь за два часа переделать все то, на что ты планировал потратить весь день. В редких очень случаях у меня бывает такое, что, например, я понимаю, что я очень устала, и мне сейчас нужно отдохнуть. Но тогда мой следующий день начинается с того, что я сначала заканчиваю все, что я планировала со мной вчера, и потом я доделываю все то, что мне необходимо сделать. У меня был день, например, когда я записывала, я должна была записать три занятия для марафона по плану. Ну это достаточно, каждое занятие это в среднем час. Плюс мне нужно было занятия подготовить некоторые, плюс потом мне надо записать домашние задания, ну на все надо настроиться. Ну это не так просто, еще есть такой физический фактор, как голос, он иногда садится. И у меня получилось так, что я накануне не успела еще сделать занятия, короче, меньше сделала работы. И мне пришлось за день писать пять занятий, пять часов в кадре только сидеть, еще готовить. Утомительно было, но зато я понимала, что я выполнила то, что я хотела. И для меня сейчас сдержать слово данное себе, это очень важно. Потому что я все время себе напоминаю и задаю себе вопрос, ты успешный человек или ты такой обычный человек, как все? И когда я точно знаю, что моя стратегия это успешный человек, моя стратегия это человек, за которым наблюдают, человек, которым кто-то восхищается, человек, который может помогать другим, быть примером для других, это меня, конечно, очень сильно наполняет. И я понимаю, что раз уж я выбрала для себя этот путь, я ответственна за этот путь. Я ответственна за ту роль, которую я в жизни, не в театре, а в жизни для себя выбрала. Я выбрала для себя путь успешного человека. Человека, который идет вперед. Человека, который не блогер. Человека, который не просто что-нибудь придумывает, чтобы сегодня заработать денег. Я человек, который выбрал быть проводником, который выбрал это своей жизненной миссией, который относится к этому очень серьезно. Я понимаю, что мне необходимо становиться сильнее, потому что те цели большие, которые я перед собой ставлю, ну не может их делать маленький человек, не может их делать человек, который не держит свое слово, не может их делать человек, который не может довести до ума что-то задуманное, не может делать человек, который раскисает при каком-то там неудачном течении обстоятельств. То есть я для себя выбрала этот путь, и это очень важно. Поэтому я всегда иду до конца. И если я пообещала себе, что я это сделаю, я это сделаю. Мы в рерайтере жизни, точнее не в рерайтере, а в клубе уже после рерайтера, мы изучаем и занимаемся ментальными практиками. И у нас есть такая история, мы делаем их каждый день. Но плюс-минус это занимает порядка 40 минут в день, иногда до часу, потому что у нас есть разные практики. И в моей жизни это где-то так, 40 минут в час в среднем это занимает. И вы знаете, бывают такие дни, когда мне лень. Бывают такие дни, когда я думаю, господи, ну я сегодня вообще, ну я устала. Вы же никогда не слышите от меня, что я болею, или я плохо себя чувствую, или я живой человек, со мной тоже это происходит. Но я никогда это не озвучиваю. Мои посты никогда не начинаются со слов, господи, сегодня заболела, я себя плохо чувствую, или у меня Армагеддон в семье творится, или нет. Вы никогда этого от меня не слышите. Просто потому что я не хочу на этом акцентировать внимание, я не хочу этим жить, и мне так проще это все быстрее проживать. И бывают такие дни, когда я думаю, Оля, ну не сегодня. Ну сегодня этого точно нет. Но у меня не было ни одного дня, с момента, когда я начала практиковать, а это было где-то начало марта, чтобы я пропустила хотя бы один день практики. Какой бы Армагеддон ни происходил в моей жизни, что бы ни происходило, поверьте, за это время происходило разное. Ни одного дня. Потому что это, наверное, и объясняет успех рерайтера и людей, которые за мной идут. Потому что это не история про инфобизнес, это не история про то, как продать и заработать денег. Мне очень часто многие люди пишут и говорят, давай мы продвинем твой инфопродукт, или давай мы будем писать тебе тексты, или давай, а расскажи, как ты это делаешь, я тоже хочу запустить смежный марафон, давай друг друга, значит, порекламируем. Я не занимаюсь этим, потому что для меня это не инфобизнес, и не смежный марафон, и не продукт. То есть для меня это моя жизнь. И, возможно, я где-то проигрываю, потому что я не делаю там сейчас каких-то коллабораций, я много чего не делаю. Но есть такая штука, которая для меня сейчас очень понятна, когда говорят про твои ценности, про ценности твои и твоего продукта, про ценности твоего бизнеса. И я раньше не понимала, как люди от чего-то отказываются и говорят им, это не соответствует нашей идеологии. Типа, что идиоты, какая идеология? Тут вопрос, типа, денег, мы тут можем денег заработать. Но мы же все привыкли к категории деньги, 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 деньги. Я люблю, я обожаю деньги. Но у меня касаемо вот сейчас того, чем я занимаюсь, очень принципиальная позиция. То есть очень принципиальная позиция. И мне это дорого, и для меня это важно, потому что я понимаю, для себя могу объяснить, что я делаю. То есть не очередной какой-то там продукт, а я этим живу. И те практики, которые я даю, и то, что я рассказываю, рассказываю, и, ну, то есть это моя жизнь. И для меня это очень-очень-очень сильно важно. И я считаю, что это должно быть в жизни человека. Это, вы знаете, те самые ответы на вопросы, кто я, зачем я пришел, чем я делаю этот мир лучше. И когда мы находим объяснение себе на эти вопросы, тогда слово, которое мы себе даем, и тогда наша результативность, работоспособность, она другая. Мы уже работаем не от страха, что у нас не будет денег, или не от страха, что у нас кто-то что-то скажет. Мы работаем от любви. Мы работаем от уважения к себе. Мы себя ценить начинаем. Мы себя любить начинаем. Мы начинаем с уважением относиться к тому, что мы делаем. Мы по-другому на это смотрим. И для меня это важно. Может быть это связано опять-таки с каким-то моим возрастным барьером, потому что я сейчас смотрю на многих девчонок, с которыми я раньше общалась, и которые перепробовали 25 ролей, сейчас заняли какую-то роль, в инстушке раскручиваются, типа все классненько, но для меня сегодня важна история вот такая внутренняя, наверное, это все-таки связано, я думаю, с тем, что я становлюсь старше, мне уже не 25, и для меня появляются какие-то другие ценности, которые сложно объяснить. Точно так же, как объяснить человеку, у которого нет ребенка, типа что такое быть мамой. Вот, видела какой-то вопрос замечательный, ваша конечная цель какая-то стать знаменитой на мировом уровне? Моя конечная цель, так как это звучит очень грустно, что какая конечная цель, нету конечной цели, мои цели бесконечные. Я хочу помочь как можно большему количеству людей, повлиять на как можно большее количество жизней людей, увидеть людям себя, проснуться, я это называю, пробудиться. То есть, да, есть история в том, какой я себя хочу в этом видеть, но, наверное, я себя хочу увидеть в других. Вот знаете, вот может быть мне хочется, чтобы когда-то кому-то захотелось сделать татуировку с моим лицом. Мне хочется проявиться, остаться в жизни других людей. Мне очень нравится, когда кто-то о ком-то рассказывает. Вы знаете, человека давно нету, а человеки рассказывают и говорят, он на меня повлиял. Может быть, поэтому я пишу книги. Ну вот, мне хочется проявиться через других. Мне хочется, чтобы когда-нибудь, когда меня в этой жизни не станет, чтобы отголоски мои оставались, чтобы люди говорили, вот ты знаешь, Маш, я тебе сегодня расскажу, говорила 90-летняя бабушка своей внучки. Я тебе сегодня расскажу тому, чему когда-то я научилась у Оли Ермиловой. Вот, я хочу, чтобы ты это пронесла с собой, и тогда твоя жизнь будет кайфовая. Вот где-то так, наверное. Это такой для меня момент. Так, конечно, у меня есть очень много ярких картинок, которые я хочу. Но я вам хочу сказать так, что я хочу, чтобы в моей жизни не было ни одного дня, когда бы я была в каком-то положении, в котором бы я не могла нести то, что я несу. То есть я и сдохнуть-то хочу где-нибудь там на сцене. И я об этом часто говорю, что моя самая классная смерть – это там в сто лет выйти выступать на огромный стадион и там умереть. То есть это правда. Я даже вижу часто очень эту картину. Ну, то есть я не хочу в спокойствии, вот в контексте того, что никто не трогайте меня. И у меня нету никогда мечтаний о безбрежном каком-нибудь острове, океане, где я сижу одна и бегают мои собачки. И я там вот сижу такая себя богатая и думаю, вот как я хорошо прожила жизнь. Я не хочу быть одна, мне вообще это не нравится. Вот, и океан мне этот не нужен. В общем, ничего не хочу. Так, замечали ли вы, что мы теряем энергию, когда весь день сидим дома, наполняемся при активности? Я думаю, это не связано с домом, это связано с тем, что вы делаете. То есть это скорее история про то, что когда вы заняты целый день бытом, вот тогда, наверное, да. Вопрос не в том, где вы находитесь физически. Вопрос в том, чем вы заняты, чем занята ваша голова. То есть я, например, сейчас работаю дома и очень много времени провожу дома. И меня это место наполняет вот сейчас. То есть я наконец-то поняла, зачем мне такая классная большая квартира. Потому что раньше я в ней бывала очень редко. Я все время думала, зачем мы вообще ее купили, если я в ней не бываю. То есть история именно про то, чем вы заняты. Поэтому так и важно определять, чем вы будете заниматься. Как будет выглядеть ваша жизнь. Самому определять свою жизнь. Не идти по принципу того, что, блин, типа, вот как-то мне нужно делать это, я теперь... Нет, мы сами определяем, что нам нужно, что нам не нужно. И я все-таки за то, чтобы быть хозяином в своей жизни настолько, насколько это возможно. Хочу увидеть себя в других. Так, в детках наше продолжение, но жизнь продолжается не только в них. Однозначно, дети – это просто дети. Это отдельные люди, которым мы дали жизнь, но мы не имеем права претендовать на то, кем они будут. Потому что, когда мы хотим видеть себя в своих детях, мы начинаем в своих детях реализовывать то, что не реализовали в себе. И мы начинаем управлять их жизнями. А какое право мы имеем на их жизни? Вот. Мы, как бы, извините, это такие вот, раскрылись, жизнь дали. Вот. Дальше, если у нас есть мозг какой-то, значит, мы аккуратненько попытались их не испортить, насколько это возможно. Возможно, расправили им крылья и дали возможность им лететь. А большинство людей начинают управлять своими детьми, да, стараться их все время зажимать. Я никогда не хочу управлять своими детьми, но, тем не менее, в вопросах, наверное, вот какого-то такого... Ну, в чем-то, конечно, управляю. Управляю, но больше не в их реализации, а больше, наверное, в каких-то все-таки бытовых вопросах, в организованности, да, там, самоорганизованности, в умении держать слово, в умении, там, достигать поставленных целей. Вот где-то здесь я, конечно, прижимаю их периодически. Но я все время себе напоминаю о том, что я не имею права лезть в их жизни. То есть я разделяю очень четко их и себя, отождествляю, что мы разные люди. Оль, вы очень сильная. Когда я пришла на рерайт, думала, у вас команда работает, и очень удивилась, что только вы, Сергей, это большой труд. Да, спасибо. Я очень опытная. Давайте будем на такой момент. Да, я очень опытная в этих вопросах. Я все-таки очень хороший предприниматель, я так считаю. И Сергей тоже. И мы много лет этим занимаемся, и поэтому мы имеем большой опыт. И везде всегда очень важно не количество людей, не количество времени, да, а важна стратегия и понимание того, что ты делаешь. Вот, поэтому мы, в общем-то, работаем на автоматизации, мы работаем, мы все абсолютно приводим. Ну, вот, например, первые рерайтеры сейчас, это разные рерайтеры в контексте всего, потому что мы изначально взяли запрос с ним, стратегию на автоматизацию, то есть мы приняли решение строить компанию без людей и приняли решение вкладывать деньги в развитие технической части. Поэтому мы достаточно много вкладываем денег в автоматизацию, в то, чтобы все ваши личные кабинеты, все, что у нас происходило, было запрограммировано, было автоматически, было удобно, было классно. Вот, конечно, есть немного человеческой нотки, но, ну, именно в технических моментах там вы можете всегда написать в поддержку, вам ответят, но, тем не менее, мы отказались от телефонов, нам нельзя уже позвонить, то есть мы очень многие вещи делаем так, как это должно быть в классном проекте, я так считаю. Вот, поэтому нам не то, чтобы повезло, но мы молодцы в том, что мы хороши и в продукте, и в технической всей части, и опытные как предприниматели. Я вам скажу больше, что когда мы начали запускать рерайтер жизни, это была история без большой стратегии, ну, то есть мы не понимали, какая будет линейка продуктов, там, как мы что будем монетизировать, какой будет жизненный цикл клиента. Короче, ни черта не знали. А знаете, почему? Расскажу. Интересно, почему мы ни черта не знали. У нас чуть-чуть задержка идет, чат. Я уже понимаю, где все ушли, никому не интересно. Ну, тоже вариант. Угу, да. С одержечкой. Мы занимаемся инфопродуктами, ну, это в любом случае, любое обучение – это инфопродукт. Мы занимаемся с 2009 года, ну, много. И, конечно же, рынок был разный, все было разное. Ну, люди разные, ну, короче, все разное. Деньги разные, потому что экономическая ситуация сильно менялась. И, например, раньше люди легко покупали продукты по 500, по 1000 долларов, вот. И по 2000 долларов у нас было много чеков именно за записанные тренинги. Но сейчас, конечно, все поменялось уже давно. Вот. И мы увидели, что последние полгода, когда мы там, может, даже год, запускали какие-то продукты и стратегически их готовили, ну, типа, по правилам, по шаблонам, так, как мы привыкли, так, как это всегда делалось. Потому что мы очень много обучались, на самом деле, за границей, везде, ну, не то, что прямо гениальные. То есть, нет, мы очень многие вещи, стратегии рабочие покупали. И все это не работало. Последние полгода это все не работало, даже год. Ну, то есть, вот, когда мы начали делать что-то, чем лучше мы делали, чем, типа, мы больше делали по стратегии, по шаблону, по тому, как это работало, вот, типа, как рассказывают, идеально, да, оно ничего не работало. И когда в очередной раз пришла мысль ко мне с рерайтером, ну, вот как-то оно так все получилось, я говорю, Сережа, я как-то так чувствую. И он мне сказал, давай будем делать, а, он говорит, ну, давай стратегию. Я говорю, ты знаешь, в этот раз без стратегии. Как без стратегии? Я говорю, так, без стратегии. В этот раз, короче, без стратегии. Попробуем так. Говорю, вот я как-то так интуитивно чувствую, он заулыбался, говорит, то есть по девичьей. Я говорю, ага, по девичьей, в этот раз по девичьей. Вот, и мы начали запускать рерайтер вот очень так мягко, ну то есть как-то вот, и когда мы запустили первый поток очень успешно, мы не ожидали такого результата. Все, что происходило дальше, все наши шаги, которые мы решали по ходу, давай будем так, давай будем так автоматизировать, потом мне пришла идея с клубом, потом пришло то, потом то, 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 все, что мне приходило в голову, мы воплощали, и у нас везде было стопроцентное попадание. Мы в рерайтере не сделали ни одной ошибки, то есть мы не сделали ни одной ошибки, вот, ну вот, за все вот это время нашего развития, потом мы приняли, Сережу была там мысль, давай мы не справляемся, нам нужны там продажники, там, нам нужны те, нам нужен администратор, нам нужен, и потом я ему сказала, смотри, у нас с тобой была глобальная проблема, которая все время нам взрывала мозг, это люди, то есть мы с тобой не можем работать с людьми, мы с тобой слишком перфекционистичны, мы можем работать только с роботами, которые работают, как мы, круглосуточно, которые полностью этому отдаются, которые, ну, короче, нам нужны роботы, и тогда мы поняли, что, ну, значит, нам нужны боты, и мы начали вкладывать деньги в программиста, в своего, с которым мы много лет работаем, то есть Сережа начал придумывать, писать технические задания, поскольку он все время общался, общался с людьми, которые там писали в поддержку и так далее, мы смогли вырабатывать, начать, ну, то есть, понимаете, у нас все круто сделано именно потому, что этим занималась не какая-то база каких-то технических людей, а этим занимаемся мы, и то есть мы видим, мы напрямую общаемся со своими клиентами, и мы напрямую разрабатываем это все, даем техническое задание, нам это все делают, пишут, мы это все автоматизируем, то есть мы это делаем все не, вот как это часто бывает, когда, знаете, как для обезьян, типа, красиво сделано, но как для обезьян, ты стоишь и не можешь тыкнуть, что ты тут должен делать, как идиот какой-то, тыкаешь куда-то, мы как бы все это разрабатывали именно для людей, и вот феномен наш в том, что мы за все время нигде не сплоховали, то есть мы не выбросили никак, ну, за все это время не выбросили ни разу деньги куда-то на ветер, все, что мы делали, мы делали правильно, любой продукт, который я запускаю, любую какую-то штуку, которую я запускаю, все плывет, и это мега классно, это такое состояние потока, конечно, когда ты на своем месте, я называю это приблизительно так. Как вы думаете, может ли человек наполняться энергией, работая много лет в офисе, что вы думаете о людях, работающих в офисе на зарплате? Я думаю о том, что каждый человек должен делать то, что ему нравится, и есть люди разные, то есть если говорить о предпринимательстве, то это, я всегда говорю, некий вид людей, да, я называю порода определенная, это не значит, что эти порода, это не порода, нет, просто разные люди, То есть предприниматели – это люди-авантюристы с хорошим смысле этого слова, это люди, умеющие жить не в определенности, это люди, умеющие рисковать, любящие это делать, это люди, которым все время важно развиваться, для которых возможность получить и развиваться сильно больше, чем возможность находиться в стабильности, потому что люди, которые работают на зарплате, это люди, зачастую для которых очень важна стабильность. Тут есть это не плохо, не хорошо, просто так и есть, но вы должны понимать, что если вы любитель стабильности, то, скорее всего, вы не можете на сильно многое претендовать. Либо можете, но тогда вам необходимо некую другую стратегию делать уже по распределению своего бюджета, формировать себе подушки безопасности и так далее. То есть просто многие рвутся в предпринимательство за большими деньгами, не понимая, что вы не созданы для предпринимательства. Ну, то есть это совершенно другая среда, это важно знать. Но вообще тема очень большая и емкая, так ее не могу вам, ну, прям взять и разложить. А вот, я уже забыла, какая у нас была тема, вспомнила. Так, давайте подводить какие-то итоги, могу вам еще поотвечать на вопросы, если хотите, сейчас я посмотрю, все ли я вам рассказала. Но вот, пожалуй, вот этот важный момент, давайте все-таки его закончим, что приучите себя доводить все до результата. Знаете результат своего сегодняшнего дня, что в результате этого дня вы должны получить для того, чтобы вы понимали, что вы продолжаете двигаться вперед к цели. Ведь цель – это не груша, которая висит на дереве, и она висит, а вы стоите. Вы должны двигаться к своей груши каждый день. Вот я каждый день знаю, какие шаги я делаю, какие мне шаги приближают к той другой Оле, потому что я прохожу свой трансформационный путь, и для меня крайне важно каждый день меняться. Я за этот год прочитала столько книг и прошла столько тренеров, столько информации через себя прожила, как, наверное, за последние 10 лет этого со мной не было. Ну, на самом деле, это… Я очень мега этому счастлива, потому что, когда люди говорят, что-то у тебя там в глазах поменялось, или… Ну, а как вы думаете, когда ты пропускаешь через себя столько всего, плюс я пропустила через себя огромное количество людей, огромное количество историй, огромное количество энергии человеческой, потому что каждый человек, с которым я соприкасаюсь, конечно, что-то оставляет, что-то забирает, что-то просит, что-то даёт. Ты же не можешь, как бы мы находимся с вами в квантовом пространстве, не забывайте, мы всё время энергетически вот пульсируем, и, конечно же, мы обмениваемся этой энергией и меняемся и физически, и ещё как-то. Так, согласно с вами, разные касты людей, разные темпераменты типа людей. Да, однозначно, люди разные, и очень важно, поэтому я и прошу приходить на рерайтера с главным вопросом, кто я, какой я, как я чувствую, как я люблю, как я хочу, мы ведь этого не знаем. Мы всё время смотрим, о, Машка, я хочу, как у Машки, моя сестра такая, я хочу, как у моей сестры, а может, ты же не сестра твоя, ты же кто-то другой, ты же уникальный человек, каждый из нас уникальный, у каждого есть свой талант, свой дар, своя особенность, своё великолепие, и как классно открыть своё, как классно найти себя, понять, кто я, как я люблю, чего я хочу. Знаете, как приходишь, я всегда злюсь на свою маму, когда я прихожу с ней в ресторан, я говорю, мамочка, что ты хочешь? Она говорит, ой, закажи мне что-нибудь, это она мне деньги экономит. Я говорю, мам, ну если бы у меня не было денег, я же не привела бы тебя в ресторан, ну, пожалуйста, закажи то, что ты хочешь, не смотри на ценник, подешевле заказать, это хлеб, мама, это вода, да, закажи то, что ты хочешь, ты что хочешь? Люди боятся отвечать на этот вопрос. Иду на рерайтер 2 января, уже решила, здорово, я вас буду ждать. Скажите, пожалуйста, что вы проходили, вы проходили обучение? Да, я училась у Анжелы ещё в 2009 или 2010 году, я была у неё на первом тренинге, да, я очень уважаю этого человека. Она очень мне в своё время помогла, такая, была одна, одним из моих первых учителей. Да, не знаю, о чём вы дальше говорите. Я вообще очень много на самом деле училась у людей, продолжаю учиться, я считаю это очень важно. Кто-то подходит тебе больше, кто-то меньше, но на основе людей, которые тебе нравятся, на основе их знаний, ты, конечно, что-то выносишь своё. Вообще, я чем больше стала обучаться в этом году именно всяким ментальным историям, да, то есть изучая уже силы нашего подсознания, нашего сознания, нашего разума, медитации и так далее, я увидела, что всё это имеет один большой знаменатель, общий, общий знаменатель. И меня это очень радует, потому что очень сложно сказать на самом деле, я иногда, когда размышляю, знаете, кто где был первым, но какая разница. Ведь я считаю так, что если все эти люди являются учителями, а именно так они себя преподносят, и те, кто основали это, и те, кто дальше стали преподавать что-либо, значит, у всех у нас есть общая цель – сделать так, чтобы как можно большее количество людей, я называю, это пробуждалось. И, например, иногда, когда я сталкиваюсь с какими-то историями, где люди начинают выяснять, например, это я придумала, или это моя методика, это моя методика, но немного это становится для меня, например, смешно. А почему? Ну, какая разница? Каждый слышит своего учителя. Вот каждый выбирает себе своего. И очень круто, если учитель на самом деле учитель, а не просто бизнесмен, который сидит и боится, что от его куска кто-то отдерёт кусок другого хлеба, то я очень радуюсь, когда появляется как можно больше людей, которые несут эти знания в мир. Потому что это не просто знания о том, как сайт сделать, это знания, которые просветляют, которые меняют, которые наполняют, окрыляют, которые реально меняют энергетическую вибрацию Вселенной. Я в это верю. И поэтому, когда я вижу огромное количество сейчас разных у меня на полке стоит книг, авторов, тренингов, я много очень всего перелопачиваю, когда я вижу, что разными словами говорится об одном и том же в огромном количестве источников, меня это очень радует. Потому что, первое, я понимаю, что это однозначно работает. Второе, я понимаю, что кто-то найдёт на этом языке, а кто-то на другом, кто-то у этого человека, а кто-то у другого по его методологии, но сможет понять и начать меняться. И ещё очень хорошая новость, что когда человек начинает какой-то путь и начинает у кого-то учиться, изучать какую-то одну методологию, его потом несёт на другие методологии. Соответственно, чем больше этот рынок с точки зрения бизнеса, тем больше людей возвращаются к нам. Вот, поэтому это меня тоже в этом плане очень сильно радует. Так, минуты 40 мне осталось, показывает мой замечательный инстаграм таймер. Спасибо всем большое сегодня за этот замечательный эфир. Простите, что он был не запланирован, и я надеюсь, он был для вас полезен. Кому не лень, я попрошу вас после эфира оставить комментарии, когда я публикую видео, для того, чтобы люди знали, смотреть его или нет. Ну и напоминаю о том, что 2 января у нас будет стартовать новый поток рерайтера жизни. Совсем скоро начнутся его продажи с минус 50. Так что присоединяйтесь к нам и начинайте менять свою жизнь. Надеюсь, что сегодняшняя тема вам тоже была полезна. Вы немножечко зарядились, проснулись и захотите начать действовать. Перестать ждать, перестать надеяться, перестать откладывать это на потом, а просто взять свою жизнь в свои руки и непременно получить то, что вы хотите. Если у вас такое намерение есть, то всё непременно получится. Всем хорошего вечера. Спасибо большое.